Прокомментируйте, пожалуйста, слова Жириновского о необходимости убрать обязательства декларировать чиновникам свои доходы. Но они мечтают об этом. И конкретно Владимир Вольфович Жириновский просто мечтает об этом. Почему? Ну потому что, вы помните, наверное, наше расследование, как мы нашли у его сына, тоже депутата Госдумы Лебедева, квартиру. Уж даже не помню, 7 там было комнат или 12 комнат в Дубае. И выписка официальная есть, что принадлежит Лебедеву. И ничего не задекларировано. И понятное дело, чтобы обслуживать эту квартиру, нужно иметь счет за границей, чтобы платить за коммунальные услуги. И ничего в декларации не было, и ничего ему не было. И все спустили на тормозах. Они мечтают о том, чтобы вообще не было никакого контроля. Чтобы вы, ну и мы конкретно, не могли даже совать свой нос в их дела и выяснять что-то там про их имущество. Вот вам идеальный пример на самом деле, насколько российская система декларирования, она вообще не работает. Вообще не работает. И почему они хотят ее убрать? Есть такой депутат, раньше депутат, а сейчас сенатор, Бабаков. Мы много раз про него писали, потому что с ним была такая интересная штука. Он, с одной стороны, был буквально в смысле самый бедный депутат. Мы его называли Золушок. Он как Золушка, у него ничего не было. У него был самый низкий доход. Он не показывал никакого имущества. Прямо сирота. Читаешь декларацию, плакать хочется. Но мы нашли его квартиру в Париже. Мы нашли его недвижимость заграничную. Все знают, что у него огромные энергетические активы. На Украине в том числе. Но он просто не декларировал это все. И мы годами на него жаловались. Нам годами говорили, что ваши жалобы не соответствуют действительности. И тут он переходит в сайт Федерации. И в своей новой справке о декларации указывает 312 миллионов рублей. А как такое может быть? Если человек на госслужбе показывает, что у него ничего нет в точке А, в точке Б у него не может появиться 312 миллионов рублей. И мы, кстати говоря, на эту тему, я уже придумал, мы устроим тестирование Натальи Поклонской. Она же возглавляет комиссию. По этике и в том числе по проверке декларации депутатов Государственной Думы. Бабаков уже не является депутатом Государственной Думы. Но декларации он сдавал. Сейчас у него новая декларация, в ней 312 миллионов рублей. Поклонская неоднократно заявила, что она такая мощная прокурорша, никому не даст спуску. Очень честная. И образ Николая Второго не даст ей, значит, что-то там мухлевать в решениях. Поэтому мы попросим ее официально. Дорогая Наталья Поклонская. Я думаю, она посмотрит это видео. Пожалуйста, выясните. Если Бабаков все это время лгал в своей декларации, а он очевидно лгал, потому что 312 миллионов рублей он же не нашел на улице, то значит он должен быть либо привлечен к ответственности, либо хотя бы Государственная Дума официально должна, комитет, который возглавляет Поклонская, должна официально сказать, ребята, этот депутат лгал и обманывал, и нарушил процедуру декларирования. Вот мы очень ждем, напишем официальное обращение, когда Госдума рассмотрит это все и объяснит нам, каким образом из нуля получается 312 миллионов рублей. Поэтому, возвращаясь к общему, процедура декларирования, увы, не работает, потому что нет механизмов наказания. Мы разоблачаем этих депутатов, но их никто не наказывает и ничего с ними не делает. Но нет механизмов давления типа прессы и всего остального. Но если мы даже отменим это, то, что есть, отменим, ну я не знаю, что они тогда будут делать. Они просто, это же все очень богатые люди. Страна беднеет. У нас 4 года подряд реальные, это называется реальные располагаемые доходы до населения, они снижаются. И только глядя на декларации депутатов, мы видим, что вот у них становится лучше. Депутаты становятся богаче официально. Министры, члены правительства официально становятся богаче. Члены Совета Федерации просто там очень сильно разбогатели за последний год. У этих людей вот все деньги. Они входят в тот самый 1% или там полпроцента, который контролирует 84% национального богатства. Если мы декларирование отменим, ну то там будет вообще полный трэш. Редактор субтитров А.Семкин